Как только у какой-то страны исчезает леопард, эта страна захочет другой танк. Куда заходит Афгамс? А это как автодиллер. Автодиллер ставит свою сеть продажи, свою сеть запчастей, свою авторемонтную мастерскую. Американцы начинают задумываться вообще о процессах, только когда у них угроза непосредственно под порогом, после их дома. Переворот в Украине раз, ну, плохо получился. Второй раз, о, хорошо хочет. Третий раз непосредственно боевые действия. Это модель. С пакета помощи военной, которую все сейчас обсуждают, на ваш взгляд, чего здесь больше? Реальной военной помощи, либо это такой мощный пиар-ход, который просто символизирует поддержку стран Запада, если говорить и о танках, или же это такое окно дополнительных возможностей для поставок последующих, более мощных вооружений, в том числе авиации? Если говорить о пиар-ходе с точки зрения международных отношений, то сделано все возможное, чтобы фокус сконцентрировался, внимание на немцах. Такое ощущение, что французы не поставляют, или бреки не поставляют. Вот эта концентрация внимания на немцах с менжеванием Шольца, поставим-не поставим, с ответственностью немецкого народа. Ощущение, что цель была не в том, чтобы леопарды поставить как таковые, а чтобы все-таки у русского человека проснулось по звоночнике ощущение, давно забытые. Это когда-то слышали немецкие танки, немецкую речь, вызывают немецкие овчарки и немецкие танки с крестами, в позвоночнике все, что просыпаются, определенные вещи. И они были похоронены, все, что мы общались с немцами очень даже хорошо. Это с точки зрения пиара. С точки зрения других окон на Вертонах, скажем так, не успели решить леопардами, как уже разговор идет о самолетах и подводных лодках. Но тогда, да, надо исходить из того, что полгода назад никто не думал всерьез, что леопарды будут поставлены. Никто не думал, что небо будет прикрыто. Значит, нужно считаться тем, что будут поставлены и «Рафаэль», и «Торнадо», и «Ф-15», и «Ф-36». И на некоторых самолетах есть возможность закрепить ядерное оружие. Притом немецкие самолеты, например, они с немецкими грузиками, с немецкими грузиками, а ядерная бомба-то американская. То есть в этом отношении, если в украинские руки попадает другое оружие, которое имеет дальность полета, скажем, ракеты средней дальности, самолеты, которые могут доставить ядерное оружие, то, в принципе, считаться надо с неминуемым тогда началом Третьей мировой. Но со стороны украинских политиков, действующих украинских политиков, все чаще, да и на протяжении достаточно долгого времени, слышны разной степени интенсивности разговоры о том, что неплохо бы и Украине самой иметь ядерное оружие. С точки зрения производства ядерного оружия, то, понятно, пример тому Иран, достаточно тяжелый технологический процесс, и это невоплотимо, скажем так. И, опять же, пример тому, как относятся к иранским объектам, центрифугам по урану, и, в принципе, в ранней стадии можно все это разбомбить. То есть оно понятно, то есть Украина имеет ядерные электростанции, тоже считать это производство определенное. Я бы сконцентрировался не на том, имеет ли, понимаете, ведь поставка определенных, обедненный уран, например, снарядов, который против танков задействован в принципе, Украине и дадут, если что, бомбы, если надо будет. Надо рассматривать готовность украинских политиков применения в войне определенных методов, которые считаются красной линией. Ну, красной линией там не для нас, а вот именно для них. Не дай бог у них будет оружие массового поражения, они будут готовы его применить. По крайней мере, они будут рассуждать на эту тему и вряд ли будут в этот момент опираться на размышления Шольца или Макрона или Байкера. Сами примут решение, это опасно. А второе, я считаю, нужно концентрироваться сейчас не на теоретических таких, ну, будет Украина, не будет ядерное оружие. А опять же, на методах ведения войны, если Украина на территории России действительно, и не только на территории России, засланные, спящие, готовые делать теракты, работающие в стиле необандеризма, профессионалы, беспощадные, которые ждут только приказа и начнут совсем другую войну вести. То есть, насколько война с поля боя может переместиться действительно в такой террористический режим, насколько и в Украине сделали реально Афганистан по-европейски. Но в таком случае очень многое, не то что многое, а все, наверное, зависит сейчас от успехов в зоне столкновения непосредственно. Что, на ваш взгляд, должно произойти такого серьезного, чтобы, возможно, и Запад пересмотрел свои планы? Ну, насчет серьезного, насчет серьезного, я бы не приписывал все к повестке военной. Военная повестка – это вещь серьезная, но должна быть еще политическая повестка. И мне кажется, здесь как раз открытые карты сыграли бы свою роль, потому что, если станет доступно, реальное количество потерь, реальное. То есть, начиная от двухсотых и заканчивая трехсотыми, то тогда Украина может переосмыслить в лице народа. Зачем нужен такой главнокомандующий, у которого есть мистические задачи? То есть, какая-то риторика, Крым освободим, вернем границы 91-го, оккупанты заплатят нам репарации, мы будем жить богато и счастливо на этих репарациях, осталось погибнуть еще столько лет. То есть, это не географическая привязка. Принуждение к миру, принуждение к капитуляции – это две разные вещи. Капитуляция, понятно, это полномасштабный проигрыш, еще и суть над военными преступниками. А вот если разговаривать с точки зрения принуждения к дипломатическим переговорам, здесь две вещи. Первое – это, конечно же, народ должен осознать трагедию и потерь и смириться с определенными вещами. То есть, послужить такому толчку могут слова одной матери из Луцка. Я в Фейсбуке прочитал это. Смысл такой, да мне плевать было на эту Восточную Украину, мне плевать было на этот Донбасс, жила себе и сжила. А тут повестка пришла, сына забрали. Вот ни разу не интересовалась я этим, там, Луганском, Донецком. А сейчас вернулся уже все, уже вернулся дроп. Теперь я интересуюсь, вот зачем оно мне нужно было. То есть, мне эти сказки не нужны. Вот есть в народе такое брожение, ведь брожение будет не только антизеленщиной, антизалужничиной. Хотя военные, кстати, лучше понимают, чем в политике некоторые вещи, особенно трагедию смерти. В принципе, и антиамериканизм должен появиться. Мол, Америка толкает нас на это, а зачем? То есть, нашими руками делают что? Вот эта трагедия смерти, она может очень сильно подтолкнуть. Но я не вижу осознания смерти Зеленского. То есть, это игра, в принципе, пешками, когда не очень понимаешь, как играть, а пешку не жалко. Ну, дал я тебе ладью, ну, дам я тебе, Ферезиар. Я же сейчас получу еще новый, то есть, это вещи такие очень тонкие, и они эмоциональные. А второе, я так скажу, если взять, попробовать все-таки взлететь на высоту птичьего полета, посмотреть это американскими глазами, есть момент, когда Америка перестанет зарабатывать на этом деньги. То есть, дентрализация Европы, она как идет? Есть концерны, которые бегут. Они бегут, потому что у них с точки зрения бизнеса нет больше выживаемости, они реальность будут в проектной способности. И легче сейчас это осознать и куда-то сместиться. Есть концерны, которые длинулись в Китай, есть концерны, которые длинулись в США, их больше намного. Топ-менеджеры, ты управляющего так просто не найдешь. Воровство топ-менеджеров, это очень серьезная проблема. Тоже длинулись в основном в США, из Европы. И вот невозможно же все забрать. Есть точка, в которой больше из Европы ничего не выжмешь. Есть точка, в которой ты не предоставишь, опять же, беспилотник. Можно продать как аппаратуру медицинскую. Берите бесплатно, а вот капсулы покупайте и очищайте свои почки, радиолиз. Это же модель бизнеса. В общем, также возьмите себе бесплатно беспилотники, но вот образование и техосмотры будете оплачивать. Вот когда точка достигнет максимального бизнеса уже несопротивления, в принципе, Америке будет неинтересно вкладывать деньги. Потому что деньги, кстати, американцы умеют. За каждый подаренный танк они получают контракты из Европы. Америка под шумок, под визги страха заключила контракты о поставке самолетов. Вот точную Европу, там больше 100 самолетов. Вот это контракты. Это достаточно сильная игра. Но она заканчивается. То есть я вложил 100 миллиардов, но я вытащил это 400. Но если я вложу 500 миллиардов, а вытащите те же самые 400, Америке тоже будет неинтересно. И вот здесь вот в точке зрения экономики мы подходим к краю, когда начинается разговор о замене. То есть то, что никто не видит. Тогда мы вернемся в начало разговора. Почему Шольц не поставлял сразу Леопарда? Он действительно считает, что он имеет какие-то специфические отношения с Россией и Украиной? Нет, конечно. Тогда бы он не поставлял и бронетранспортер, и марбер вот эту куницию. Разговор был только один. Как только у какой-то страны исчезает Леопард, эта страна захочет другой танк. Туда заходит Абрамс. А это как автодиллер. Автодиллер ставит свою сеть продаж, свою сеть запчастей, свою авторемонтную мастерскую. Свято место пусто не бывает. Ты Шольц понимает. Леопарды уходят, заходят Абрамсы, германские. Теряют рынок огромный, конечно. Да, они уходят с рынка лет на 30. Лет на 30, посмотрите, они поставляют броневики с 40-летней давности. То есть это говорит о том, что... Ну и Леопарды, собственно, тоже не новинка так уже. Ну она не новинка в контексте, когда создали, а с точки зрения для появления на европейском рынке, то американцы, конечно, хитрые. И Шольц сдерживался, именно потому, что он торговался. Что дайте мне гарантии, Леопарды выйдут, но вы потерпите, и Леопарды снова закажете, а не будете замещать чем-то там. Корейские танки существуют. Опять же, Польша закупила в огромном количестве корейские танки, уже корейские цеха стоят на территории Польши. И вот этот вот торг, он вне глаз. Но он абсолютно справедливый с точки зрения тяжелого машиностроения Германии. Насколько Шольц его вытянул, никто не знает. Этого никто не знает. Это все за кулисами. И там старый, не старый танк, а с точки зрения денег, мануфактурно сегодня собирается Леопард. То есть это практически ручная сборка. С момента, как бронь уже есть, есть заказ, года два длится, когда появляется уже у заказчика Леопард. У американцев конвертное производство, все, что намного быстрее идет. И в этом отношении сама неповоротливость европейской банковской системы, которая опаздывает с процентами, банковскими ставками, система кредитования новых бизнесов, государственная поддержка. Это все в Европе, оно не конкурирует с Америками. Так что вот тоже момент очень интересный. Когда Запад начнет осознавать, что инвестиции в войну больше, чем прибыль, а Запад это один игрок, это не Франция, это не Германия, это Соединенные Штаты Америки, то тоже начнутся такие попытки надавить на Украину. Я думаю, американцы владеют инструментом, и переворот на Украине сделать, это в принципе для них задача, как орешки щелкнуть, а переворот на Украине, это может быть и с точки зрения военных. Я давно говорил и говорю, что один из вариантов урегулирования это военный переворот на Украине. Потому что военные понимают, что происходит на линии фронта, они пальцем тыкнут и говорят, хочу, хочу. И в этом отношении человек, осознающий потери своей страны, ну давайте так, Украина это не экономика. С точки зрения экономики, это больше не страна. С точки зрения народа, да, произошло сплочение, да, абсолютно отработали очень профессионально и пропаганда, и психологи. Народ есть, экономики нет. Оружие, оружие только поставляется из внешних источников. Работают на полную мощность проекты, которые перезапустят экономику, то, что Европа обещает, там, это область немцового восстановления, это область голландцевого восстановления, оно все красиво звучит. Например, там, и Турция, вот как, как только заканчиваются конфликты, то начинается выкручивание рук, начинается перепрошивка, администрирование, управление полностью под свой покров. Да, для Украины это тоже ок, с точки зрения государственности, с точки зрения народа тоже, но до этого же дожить надо. А вот здесь вот насчет дожить, опять же, критическая масса смертей это народ. И вот народ на улице не выйдет, он сплочен по-трядински. А вот если военные, например, поставят ультиматум гражданским, ну, Зеленскому, я вижу изменение хода вообще. Ведь важно же остановить братоубийство. Это очень важно. Вопрос как и кто это может сделать. Борис Громсом, да он плевать хотел на нас всех. Мне кажется, там им всем плевать, на нас всех, с точки зрения именно того, что у нас действительно идет про братоубийство и война. И на наши эмоции им тоже наплевать. Почему бы самим как-то вот, ну, не формировать повестку? Давайте исходить из двух вещей. Ну, изменения на линии соприкосновения настолько быстры, ну, Украина скажет, что постанавливаемся, потому что теряем мощно территории, людей, как вариант. Но если исходить не из военной повестки, опять же, если исходить из гражданской повестки, я считаю, что важно осознать, как работать с населением. И здесь информационные потоки не должны быть им подробными. Вы вот сказали, что мы посмотрим, как они делают, а потом пробуем что-то осознать. Да, а мы тоже так умеем. Вот приблизить победу можно простыми вещами. Это или поражение. Это забрав или подарив у народа веру. веру в достижение цели. Или осознание трагедии. И вот здесь, конечно же, пропаганда работает. Война пропаганды. Есть то, что называют инфо-война. На самом деле, это война пропаганды. И тело вкачи, которые Украине дали абсолютный нарратив. Абсолютный. То есть победа вот-вот сейчас будет. Это может не сработать. Здесь как раз боль и трагедия и такая абсолютная жесткая правда может работать совсем по-другому. Потому что знаете как, давайте так тоже по-честному. Во время Второй мировой войны, когда немцы вывозили украинских женщин, увозили по двум принципам. Симпатичная и работящая. Все. А потом они не возвращались. Они не возвращались. Они осели в Баварии, они поднимали баварское хозяйство. Если посмотреть на имена, на фамилии вот этих бабушек, ну как правило это уже даже их уже и нет живых, то это вывозили вагоны. Демографическая кража это страшная вещь. Если правда посмотреть в глаза, то получается как? Женщин вывезли, имущество нам не разрешили поехать в Европу. Эти женщины, если они с детьми, с детьми пойдут в школу. Разницы нет, это будет Польша или это будет Германия. Женщина пристроится. Чем дольше будет идти война, тем больше разрушенных семей будет. Женщина пристроится, выйдет замуж, дети уже овладевши языком, уже будут подзабывать свой родной. Я 30 лет прожил за границей, я прекрасно знаю, как это происходит. Если ты полностью интегрировался, если у тебя нету связки, ты не мотаешься на самолете раз в месяц домой, ты отрываешься, тебя больше это не интересует. А, ну да, раз в 5 лет потом друзьями раз в 10 лет это заканчивается. А сейчас нету связи, ты не прыгнешь в самолет просто так. И вот здесь на самом деле это война разрушения семей в другом контексте. Демографическая кража произошла. Плюс мужчины погибают. Мужчины в возрасте детородности. Не старики какие-то, это детородные нормальные мужики. Это тоже очень сильный удар. Если посмотреть на будущее Украины, ну экономику восстановят, может быть, я поверю бы, почему бы и нет. Вы не вернете определенное количество семей никогда уже. И вот этот вот удар демографический, это все к нарративам относится. Где эта линия, когда нужно остановиться? То есть страна Украина превращается в 20 миллионов, в 15 миллионов. Где эта точка? Спрогнозируйте на будущее, как эти люди будут жить. Что, города отстроят? И потом будет искусственное переселение людей визы, лишат визы и будут как-то насильно предъявить. Не верю я в это. Зная о том, как относятся к украинским женщинам, она именно по принципу красивая работящая, да сделают все возможное, чтобы она там осталась, чтобы кровь разбавила. И это не какой-то там конспирологический заговор, это уже трагедия целой страны, демографическая проблема. И в этом отношении таких нарративов много, о которых нужно работать в информационных потоках, объясняя людям трагедию будущего. Потому что украинский нарратив пропаганды это наоборот счастье будущего. Нам еще сейчас подкинут, там сейчас ракетки подарят, во-первых, отомстим за все москалям, во-вторых, запустим процессы репарации, там вся нефть русская будет теперь наша, все алмазы будут тоже наши, но это миф, на самом деле это миф, не потянет ни Украина, ни США запустить такой процесс. И в этом отношении мир можно приблизить, когда есть желание не воевать. Притом это относится ко всем сторонам, когда есть желание не воевать. вот сейчас такие люки сцепились, там мы здесь побеждаем, мы лучше. И в этом отношении вот простой человек, он не заинтересован ни в коем случае в войне, ему бы работать, жить, успокоиться, а ведь нельзя. О мире говорить нельзя. Да, ему же не даст никто так делать. Ну, конечно же, я считаю, что приближение к миру это очень откровенный и честный разговор обо всем, о детях за границей, о женах, о женщинах, о том, что можно работать дальше, о том, что можно договориться, о том, что действительно сделайте опрос. А действительно люди хотят на Западной Украине погибать ради мифической Донецкой земли и там отомстить кому-то. Да, боль есть, ненависть есть, но есть и осознание, куда эта война дальше идет. чем дальше, в этих танках-то, леопардах, кто погибает будет? В Славине украинской. Где-то грань, когда внутри населения зреет четкое понятие, я хочу мира, я не хочу больше вот этой мясорубки. Ну, очень хочется надеяться, что это осознание, оно как бы уже есть, просто пропагандистская машина, которая действительно очень отлаженная и здорово работает, надо дать должное, но на Украине она, в общем-то, не дает просто выплеснуться этому всему. Но я, в общем-то, хотел бы понимать еще другую вещь, но я думаю, многие хотели бы понимать. Главный-то игрок на этом поле, все-таки не те украинцы, которые сейчас испытывают боль, они инструмент, мы это понимаем, а игрок-то Соединенные Штаты. Так вот, вот этим ребятам, что мы можем такого, как подпортить жизнь, чтобы они перестали зарабатывать на этой войне? Они считают деньги, когда они посчитают и будет минус, все становится, ну или пойдет по другому сценарию. Я бы разделил здесь восприятие европейцев и восприятие американцев. С точки зрения европейцев тоже максимально заблокированные в принципе в Европе альтернативные источники информации, то есть разговоры до инстерилизации Германии это считается Кремлевский нарратив. Ты говоришь, ну вот у вас закрылась такая фабрика, грабы на суши, 4 тысячи человек увольняют, на самом деле в регионе другой работы нет. Это такие больные вещи для людей. Вы эти обанкротились, он там баз переезжает. Нет, это Кремлевский нарратив? Нет. Это оппозиционный нарратив, в Европе, при том, что Европа и Европа и Греция или Испания они не чувствуют так сильно для инстерилизации Германии. Дальше вступают в споры экономисты, которые говорят, смотрите, у нас тут обещали прогноз падения ВВП, а у нас тут и рассказывают, как все хорошо. Потом они расскажут, что у них инфляция не 20%, а всего лишь 16%, прибегают к определенным тоже экономическим хитростям. и на самом деле корзина потребления выросла больше, чем на 20%, при том, что взять карликовое государство балтийское, что взять Германию или Грецию, везде, а зарплаты еще не выросли. И в этом отношении я не вижу гражданской солидарности, я не вижу такого гражданского сопротивления, чтобы люди вышли на улицу, потому что их тревожный холодильник. Не вижу. Тоже и пропаганда хорошо работает, отрезаны полностью альтернативные источники, как я сказал. Но в будущем, в принципе, я так скажу, будет очень неприятно, если, например, люди, принимающие решения о запуске новых заводов, например, Райметалл, это производство оружия в Германии, это те, кто первые выслужились, прямо сказали, мы готовы 88 бронемашин поставить, а 88 бронемашин 88, и так вот неонацизм, по латинскому алфавиту. Все, кто когда-то занимался темой неонацизма, прекрасно знают, что такое 1-8, что такое 8. На всех неонацистских тусовках люди в футболках ходят 1-8-8-8. Правила и условия будущих взаимоотношений должны быть четко сегодня прописаны. И удар не по народу, который там социальное напряжение выйдет на улицу, что требует, нет, 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 потоп-менеджмент, который прекрасно знает, как они возвращаются по бизнесу через годы, тут же быстренько договорились, там очаровали, частный самолет, частная яхта, уже обучили и уже подписали контракт какой-то. Вот это должно быть правительственное линии, я считаю, четко для бизнесов, которые имеют отношение к смерти, к индустрии смерти, что их возврат, даже если он завуалирован, он не должен происходить. Это раз. То есть не с народом, а с топ-менеджментом разговор. Очень важен. А насчет, почему разделить надо, еще есть американский сектор. Американский сектор влияния это очень сильно поставленная вещь. Это газеты, это смини. Это люди, которые так мыслят. Это не значит, что он зарплату в Ленгрии получает. Он так мыслит. Он убежденный трансамплант. Он считает, что всегда американцы несут ему добро. И если кто-то говорит в Германии о деоккупации, это снова нарратив тренда. А вот если с американцами говорить не через призму Европы, а напрямую. Карибский кризис заключался в том, Я с об этом же. вот вчера мне прислали видео, я его у себя в телеграм-канале выставил. Я не знаю, правда, не правда, но там подводная лодка российская, фотографии с космоса. И вот она куда-то исчезла с радара, потом появилась, а потом вернулась. И по водоизмещению можно сказать, что она выше. Это значит, что она стала леточкой. Значит, она сбросила два дрона подводных, которые лежат возле Америки и в нейтральных водах, если что, оружие возмездия сработает, там цунами 300 метров. Вот Россия это сделала. Я не знаю, фантастика не фантастика, но я знаю одно. Американцы начинают задумываться вообще о процессах, только когда у них угроза непосредственно под порогом возле их дома. Они действительно не будут считаться с потерями ни украинцев, ни русских, ни белорусов, ни поляков, ни немцев. Им плевать на это все. Но как только есть угроза, их существованию, то есть Карибский кризис, он чем был хорош, тем, что не ожидали, тут же стали договариваться. Вы нам в северные потоки взрываете, ну мы пробки организуем. То есть разговор, вот еще не дошел до этой линии, это для тех, кто с другой стороны, вот я считаю, мы с другой стороны, мы не проамериканцы, не дошел до красной линии, которую надо перешагивать. А это непосредственно. Белые лебеди, Венесуэла, Куба, непосредственно стрельги там где-то в Атлантике, в нейтральных водах, с поражениями целей в определенных местах. То есть это нужно демонстрировать, но демонстрировать, особенно, там, спецслужбы Америки не знают, кто Россия оружие, знают, народ Америки не знают, конгрессмены Америки не знают. Это будет совсем другая игра мускулами, совсем другая. С Китаем, без Китая. Но она где-то в далеком будущем, пока тоже Россию не заставила это все перейти в какие-то красные внутренние линии, такой сильнейшей эскалации. Потому что есть ощущение, что вот оно двигается так, так оно будет дальше. Но американцы не понимают, я считаю, вообще разговора нормального, они понимают только разговор с точки зрения Севы. По пропаганде на территории Европы мы проигрываем однозначно. Там подпольные WhatsApp-поиска есть, конечно, но не сравнить с сильным американским пропагандистским кулаком. С точки зрения экономики, конечно, американцам руки сейчас не выпутишь абсолютно. Значит, остаются только хулиганские действия. Принцип Северного потока-2, вот кто-то же это сделал, вот точно так же кто-то может заблокировать определенные международные маршруты с нефтью. Опять же, в Европе строят там самый крупный завод-аккумуляторов. Мы построили его. Покажите мне шахту в Европе, которая этот завод наполнит теми материалами, там, гобальт, еще что-то, николь, что нужно для этих аккумуляторов. Нету в Европе. В Германии точно нету. А где это есть? Есть в США, есть в России, частично есть в Латинской Америке, частично в Африке. Вагнер вам в помощь насчет Африки. Это жестко, это с прицелом на будущее нельзя подпускать. Вот как действовали американцы? Переворот на Украине раз, ну, плохо получилось, второй раз, о, хорошо получилось, третий раз непосредственно боевые действия. Это модель, это модель. И в этом отношении модель американцев в будущем, она должна быть зависима. то есть мягкотелость определенных вещей должна быть закончена. У России на самом деле по количеству санкций и то, что сейчас происходит, экономическое оккупирование, там, это же реально железный такой толпат, очень сильный Запад. При этом пусть попробуют кто-то потоговать с Россией, по рукам дадут моментально. И в этом отношении тоже осознание должно быть, что эти люди не понимают мягкости. Но жесткость, не в принципе швырнули стол переговоров и сказали мы не хотим, а жесткость заключается в точечном применении силы в тех местах, которые являются стратегически важными. Сколько шахт в Африке из Кобальта. Вот они все должны быть с превентивными целями. Американцы прекрасно это знают, не стесняются. Европейцы прекрасно знают, не стесняются заниматься, в том числе и переворотами. То есть это должна быть доктрина. Я понимаю, что шумифи в таких играх никто не любит, но только как-то получается, что американцы действительно же бы играли. Но обыграли проект Украины, обыграли, втянули войну в Европу, реально тянули. То есть для американской экономики нужно понимать, мышление американцев, оно враждебное мышление благополучие европейцы. Опять же, мы находимся в войне пропаганды. Америка, которая говорит, мы вас напугаем, мы развяжем войну, теперь буду вам защищать. Ну, ничего себе, ребята, мы не в состоянии запустить латинос туда, в Калифорнию, в таком количестве, выдавить просто из Бразилии, из Мексики, чтобы преступность, как в Нью-Йорке сегодня, нанимают частных охранников практически все маленькие лавки. Ну, понятное дело, сами же рекетеры наехали, сами же их доставили охрану. Все понятно. У них там такие смесь девяностых советских на новый американский лат. Они как жестко поступили, а нет, американцы, например, в Дерипаске, алюминий, очень жестко, откажись. Он играл честно по правилам, которые принесли ВТО, в первую очередь, то, что говорили о либеральной экономике в контексте конкурентной способности. Он играл четко по правилам, которые Запад дал. Западу надоели правила? Бабах по Дерипаске. На самом деле не по нем ударили, ударили по алюминию. Потому что чувствуют. И здесь Китай нам в помощь, то, что я могу сказать. Китай тоже заинтересован в обладении шахтами. То есть не всегда Вагнер в помощь. Иногда это должно быть именно политическое очарование, дипломатические игрища, которые должны подписывать контракты, разработки. То есть даже можно себе, вот я сказал, во вред, но он сиюминутный вред. То есть в перспективе нужно понимать, что это глобальная игра. А это перестройка работы практически всей внешней политики, внешних интересов. Точечно бизнес, когда работает, он сам по себе. А когда это государственная политика, то это немного другие вещи. Глубочайший анализ нужен, как противостоять американцам. И еще раз, белые лебеди в Венесуэле, Куба, это все как бы красные линии для американцев. То есть пока что, судя по всему, нету еще оснований приходить к методике калибрского кризиса. Хотя у нас внутри, я считаю, созрело понимание того, что это может произойти. Третья мировая не будет в этом отношении. Американцы как раз кажут, они не полезут в Третью мировую. Они чужими руками готовы пробивать под брюшья, чтобы кого-то обесточить, обеспровить, экономику России. и плевать они хотели действительно на человеческих факторах. Но с точки зрения собственной трусости, нет, американцы не пойдут даже в Третьей стране на прямое столкновение. Так что я думаю, это тонкий тоже лед, но американцы с вот этой стереей, панией, ой, у нас тут рядом будет что-то. Большая работа. Безусловно, это очень большая работа, и главное, чтобы действительно было понимание, как эту работу делать с системой. на разных абсолютных уровнях и в разных точках планеты. Потому как этот хитрый ход, о котором я во всех спрашиваю, а что такого можно сделать тем же американцам, чтобы они либо переключили свое внимание на другую проблему, либо чтобы Украина перестала быть интересной, либо самое главное, чтобы стало невыгодно участвовать в этом. Ну и как не просто участвовать, а диктовать правила игры в этом конфликте. Потому как для них это все где-то игрульки и бирюльки, пусть даже и за деньги, то для нас, я имею в виду сейчас нас, славян, это смерть, это трагедия ежедневная, на которую им там плевать. Очень хочется надеяться, что есть светлые головы, объединенные общие идеи, которые примерно понимают, что нужно делать в этом направлении. Вот как-то так. Ну, не знаю, насчет светлых голов они есть, и не наше въезд накидать маршрут спасения российской экономики или там архитектура безопасности в Европе построят. Другое дело, что обидно, вот светлые головы иногда в паблик вбрасывают, мы обсуждаем, а на самом деле потом, когда принимаются решения, уже паблик не обсуждает ничего. И в этом отношении список перемирия, вот я считаю, что нужно привлекать всех, то есть это нужно запускать, вот как Орбан сделал в стране у себя референдум, он спросил народ, он поддержку народа получил. Я считаю, что любой договор в будущем, который мирный будет, что это не привилегия трех-четырех человек, которые все на свете знают. Очень много вещей, которые нужно покупать, собирать, понимаете, там на поверхности лишних ракет и средней дальности, кибербезопасность, санкционный список, защита журналистов, введение спецподразделений в Европе против русофобии, которые должны контролировать, когда в интернет-сетях там, я тебя убью, это нормальный текст, когда это было на территории Украины, Украина не считала это преступлением, то есть на территории Польши или Германии, поляки еще как-то там так относятся, но немцы четко понимают, это в киберпространстве есть преступление, но не реагируют на это. Здесь такое вот глобально, как Россия должна защищать Русс по всей планете, это безумно тяжелый труд, это очень тяжело с югизином, с русофобскими настроениями, оточенными, выверенными пропагандой, и вот эти вот мирные договора в будущем, ну, чтобы не было, ой, блин, обидно, ой, как всегда, там не прошли, там что-то, в принципе, настоящая народовласть, которая, в цифровом мире, когда ты можешь проголосовать в интернете, высказать свое мнение, если есть желание, сколько активных гражданин, то, в принципе, спецоперация по ливийским нефтяным полям, чтобы они отошли частично в Агнеру, это тоже легитимная вещь, то есть понятно, что заместных никто не знает до этого, но на самом деле, вот эти стратегические вехи будущего, как, где, что давным-давно народ уже понимает прекрасно и ждет вот этих вот таких действий открытых, чтобы не было ощущения как в футболе, удар, штанга, удар, штанга, ай, мимо, нет, 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 здесь четкая игра в будущем, по каким правилам мы будем играть, а то все как-то за кулисами, и когда выиграли, ну, вроде как победительный суд, а когда проигрываешь за кулисами, то очень обидно становится. Мир-то все равно рано или поздно наступит, хотя, вот, недавно мне попалось за пять тысяч лет человеческой цивилизации, там, по-моему, 292, то ли 192 года всего человечество прожило без войн, это к слову. Мы не готовы к контакту с неземными цивилизациями, потому что мы принесем именно вот этот внутренний конфликт с землян, в котором мы не умеем договариваться. Недоговороспособность Евросоюза, она очевидна, недоговороспособность американцев, она не очевидна, потому что она основана на определенных импульсах американской экономики. Договороспособность России, покажите мне эту договороспособность России, то есть, недоговороспособность бич цивилизации сегодня. Все ставят ультиматумы, а потом требуют, чтобы их выполняли. Так что, да? Да, погибают при этом простые люди, к сожалению. Ну что ж, будем верить в лучшее и надеяться на то, что здравый смысл в разных частях планеты как-то все-таки будет преобладать над корыстными и бог весть еще какими интересами. Спасибо вам огромное, Владимир, за разговоры, за ваши оттенки. Субтитры создавал DimaTorzok